Риск одного приключения дороже тысячи дней комфорта и благополучия писал бразильский прозаик Паула Каэлия. Что ж, о приключениях в его книгах, а о комфорте в нашей передаче. С вами Ольга Пырочкина и сегодня в выпуске. Чтобы козловчанам было тепло зимой, как планируют спасать отопительный сезон в городе. Формирование комфортной городской среды, как реализуют программу за пределами столицы республики. Без квартиры и без денег. Чем закончится очередная история обманутых дольщиков в Чебоксарах. Зима близко. Спасти жителей Козловки от холодов такая задача стоит сейчас перед Чувашгазом. Подробнее далее. Сентябрь. До начала отопительного сезона меньше месяца, а котельная в городе Козловка в плачевном состоянии. Больше пяти лет за ними фактически никто не следил. Ну а в этом году они вообще могли не начать работу в холода. В начале 2000-х годов это предприятие ввиду банкротства продали с аукциона и выкопало его предприятие ООО «Паритет». Указанная московская компания сдала приобретенное имущество, то есть котельную в аренду компании «Теплоснаб». А ее в этом году признали банкротом. На спасение козловчан от холода пришел Чувашгаз. Мы с вами находимся сегодня в городе Козловка. Котельная номер 9. Это одна из котельных, которую Куб Чувашгаз приобретает в сентябре месяце. С какой целью? С целью того, чтобы не допустить срыва начала отопительного сезона. Ну, видимо, не единственная котельная, да, в которую предстоит вам взять на баланс? Нет, это не единственная котельная. В городе Козловка у нас существует три котельных. Если брать именно эту котельную, да, в каком она сейчас состоянии, по вашему мнению, как специалиста, что здесь предстоит вам изменить? На этой котельной мы можем видеть то, что оборудование у нас на сегодняшний день порядка в изношенном состоянии находится. Нарушена тепловая изоляция трубопроводов. Тепловая изоляция, это вот, да, как раз? Да, то есть замотанная, грубо говоря, там мешковиной. К чему это ведет, да, к нарушению? К потерям тепла? Ну, это ведет, да, к увеличению тепловых потерь. Соответственно, чтобы догреть теплоноситель до определенного качества, нужно затратить больше энергоресурсов. На котлах у нас не проводились режимы наладочные испытания, то есть будем это все производить. Могу сказать зрителям, да, что Козловка находится в ответственных руках, да, что отопительный сезон у них пройдет гладко, да, что люди, во всяком случае, не останутся без тепла. Да, наше предприятие, как бы, занимается не первый год теплоснабжением городов и районов Чувашской республики. Иными словами, отопительный сезон начнется без задержек из-за технических причин, а когда именно, зависят от погоды. О том, как преобразуются дворы и общественное пространство в Чебоксарах в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» мы рассказываем регулярно. Сегодня речь пройдет про Козловку. Козловка – одна из главных улиц города, улица Лобачевского. Это общественная территория, первый объект проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас мы находимся на улице Лобачевского. Перед нами проект, как в последующем будет выглядеть эта улица. Так, давайте посмотрим, да, что здесь будет сделано. Для начала мы, значит, будем делать бордюры у 39-го дома. Здесь у нас только вот площадки для отдыха. На площадке, где я сейчас стою и где находится сейчас техника, обустроят парковочные места. А вот здесь дальше, если посмотрим, конечно, жителям приносит время на неудобства, но уже меньше, чем через месяц здесь будет хороший тротуар. Двигаемся дальше. Второй объект проекта – дворовая территория. Здесь отремонтируют проезды, тротуары, выходы из подъездов, поставят новую детскую площадку. Кроме того, наконец-то в этом дворе будет светло по вечерам, появится освещение. Как население откликается на программу вот эту? Что говорят? Ну, вначале как бы они шли с недоверием, но тем не менее, по виду того, что как у нас начинается работа, значит, в других дворах, сейчас уже более лучше относятся с пониманием. И есть желание дальше продолжить на последующие годы строительство, ремонт этих объектов по программе «Комфортная городская среда». Мы также хотим, планируем в последующие годы, на 18-19 годы, открыть сквер по улице Ленина, на территории города Козловка, вдоль набережной. Работы по первым объектам должны завершиться уже в октябре. Без квартиры и без денег. В такой ситуации сейчас находятся долевики, которые вложили средства в строительство позиции номер 6 по улице Гражданская. О том, каковы их шансы получить свои квадратные метры, в репортаже. Повесить красивые шторы, выбрать обои, поставить мебель и исправить новоселье планировали участники долевого строительства осенью 2016 года. Уже наступила осень 2017 года, а дом так и остался в таком состоянии. Речь про позицию номер 6 по улице Гражданская. Экскурсию нам проводит участник долевого строительства и по совместительству проектировщик данного дома Дмитрий. Говорит, больше нет сил смотреть на то, что происходит с его проектом и надеждой въехать сюда с семьей. Первая остановка – крыша. Грубо говоря, не хватает нескольких слоев. Из-за этого во время дождя в квартирах на верхних этажах образуются лыжи. Сырость, которая держится в плитах перекрытия по зиме, она свое дело сделает. Я боюсь, что это приведет к тому, что надо будет демонтировать перекрытие на последних этажах. Здесь видны следы протечек. Вот они, мокрые углы. Я так понимаю, здесь даже чуть-чуть подсохло, но вот этот кальций, который вымывается из раствора, он вот виден в виде таких капелек, которые здесь висит. И это постоянно все плачет. Плакать готовы и сами участники долевого строительства. Их в общей сложности больше 70. Стал переживать уже осенью прошлого года. Так как сдать должны были летом, не сдали. Все кормили обещаниями завтра-завтра. Потом вообще все стало. И до сих пор ничего не ясно. Мне приходится в съемной квартире жить. Я снимаю, я сейчас плачу ипотеку. Вот получается так. Не закончено благоустройство. В принципе, вы видите, то есть не сделаны входа, не сделаны подъезды к дому, пожарные проезды не сделаны, парковки не выполнены, детская площадка не выполнена. Внутри не до конца штукатурные работы, не до конца электричество сделано на верхних этажах. И самая головная боль – это газ. На контроле объект держат в инстрии республики. В любом случае, если объект не будет завершаться, мы в любом случае будем в этот процесс смешиваться. То есть будем работать уже непосредственно плотно с самим застройщиком. Есть различные, много способов, вариантов. По достройке объекта достаточно, конечно, тяжелый. Но в любом случае, мы этот процесс будем контролировать совместно с администрацией города. Мы вернулись на объект спустя неделю вместе с директором компании-застройщика. На вопрос о затягивании строительства он ссылается на проблемы с проектом, затем на нерешенные вопросы с земельным участком, который, впрочем, позади. Я правильно понимаю, что сейчас все ваши проблемы, которые мешают вам достроить дом, они разрешены? Да, совершенно верно. Прогноз один – заканчивается как можно быстрее стройка. По плану мы планируем, сейчас срочно надо заканчивать кровлю, вставить окна. В начале октября мы начинаем заливать полы, благоустройство. Сроки окончания строительства он озвучивает перед дольщиками и представителями Минстроя. Мы с вами договаривались, что вы в наш адрес предоставляете график производства работы. График производства работы я вам в понедельник предоставлю. В понедельник, да. Срок окончания работы по графику какой будет стоять? Постараемся к концу года там ждать. Что ж, время пошло. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова